В этом году в губернаторскую программу «Мой подъезд» в Ленинском городском округе попало 18 объектов. 31-й дом по строительной улице – один из адресов, где планируется этой весной отремонтировать 6 подъездов по программе софинансирования. Проверить ход работ приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. К нему присоединились представители администрации и депутатского корпуса. Вот здесь будут стеклоподъезды стоять, пол полностью плитку будет лестница, радиатор отопления будет новый стоять, лестница будет полностью, видите, мы ее полностью все обновляем. Старую потемневшую плитку пришлось убрать. Вместо нее стены подъездов планировали покрыть жидкой штукатуркой. Новые жители отнеслись к решению скептически. Помогите, найдите средства какие-то. А что не хватает? Плитку надо положить. На первом этаже мы хотим в улице сделать плитку. Увы, накопления на счету дома недостаточно для того, чтобы вновь выложить подъезды плиткой. Но компромисс необходимо найти, заключил Владимир Жук. Есть проблемы с финансированием, материал сейчас немножко начинает дорожать. Ну, находим компромиссы, с жителями встретились, попросили их свои желания оформить письменно, для того, чтобы спокойно сесть, посмотреть, что можно убрать, что можно добавить, для того, чтобы найти действительно компромисс, который всех устроит. Подрядчик идет навстречу, да, он говорит, что мы попробуем хотя бы часть работ отделочных сделать плиткой. То, что и просили, собственно говоря, жители. То есть некий фартук, да, для того, чтобы и износ был ниже, и, естественно, это и красоты добавит. Я это полностью поддерживаю, потому что я считаю, что раз мы уже задали высокую планку, да, этим работам, то мы должны ее придерживаться. Затем народный избранник отправился на улицу Гаевского. Здесь в данный момент проходят работы по замене кровли в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. На Гаевского 12-я у нас проводятся работы по замене кровельного покрытия. То есть сейчас тут шифер старый, мы его демонтируем, меняем контрабрешетку-абрешетку, пароизоляцию ставим, и уже покрытие будет фальцевое. Вот, плюс водосток делаем. А вот у дома 14А по улице Гаевского поменяют всю кровлю полностью. Полный демонтаж, мурлаты, стропильная система, обрешетка, пароизоляция, ну и уже финишное покрытие. И также обязательно делаем утепление, чудачное перекрытие. Владимир Жук пообщался с представителями подрядчика, жителями домов и узнал, как они оценивают качество проводимых работ. Проблем с материалом нет, материал закуплен, проблем с работами, с графиком тоже. Все идет по плану. Жители подтвердили, что сначала работы ни одной протечки не было. В общем-то замечание некритичное касается вывоза строительного мусора. Он выводится по графику, подрядчик еще раз в этом услышал жителей. Плюс, вот выяснилось, есть потребность в установке ИДН, да, то есть так называемых народе лежачих полицейских. Сейчас мы рассмотрим эту возможность и постараемся в текущем году это все осуществить. Там не такая сложная работа. Поддержим, да. Все работы с кровлей планируется завершить в течение 35 дней. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.